всем привет с вами привет сегодня вновь открываем недельные сундуки и надеемся на идеальный лут для моих мэйнов так скажем для вары дк в текущий момент начнем же начнем с друля и пойдем завершаем дкашкой так на друида падает 935 плащик который сразу превращается в кристалл хаоса хороший обмен он стоил недельного ожидания это точно текущее знание кого-то у нас уже левела идет 48 ну неплохо один левел артефакта в неделю качают все идеально все как надо так ладно дальше идем на паладина что он ключик дали чаще у меня данный друида неплохо чаще к тому же весьма близко находится так на паладина на паладина мы лутаем поясок который не нужен по причине того что у меня уже есть 945 поясок окей окей продаем что-то это наверное удача настакивается просто перед самыми лучшими вскрытиями да и самыми лучшими вскрытиями так я не буду повторять прошлых ошибок я сначала зайду на дк потому что потому что короче в общем вот так даже не хочу думать мозгом своим текущий момент по поводу этого рандомного лута это вообще глупо он рандомен алло поехали самое главное помните что вы самый невезучий человек при вскрытии этих сундуков это самое главное помните а это релик железа на броню который усилит мой эквип на плюс один учащим и по тигелю это дело посмотрим конечно же итак 5 миллиардов и 2 миллиарда я закрыл 7 81 хотел сказать ключ 21 ключ на этом когда сейчас поработаем с этим реликом ну и на вар заходим смотрим что у нас там по луту я маленько отвлекся там человечку 1 писал уже меня хотят танком в ключиках и некоторых на самом деле модификатор текущей неделе это кишащий сотрясающе укрепленный модификатор весьма благоприятный для фарма никак не замедляющий в принципе самое главное мозг включите и нормально все будет хорошие плечики но статы не варовские зачем мне крит нижний ярус нет туда я точно не пойду пожалуй хотя он 11 не знаю я подумаю окей получается я получил с этой недели на дх небольшое улучшение это как-то знаете что-то как-то не очень если честно но давайте сейчас поработаем стилем посмотрим что у нас там прохнет прохнет или что-то полезное я хочу в последних талантах себе либо клыки вампира либо пиршество падальщиков как и вампиры это модификация трейд на этот самый она кровь вампира принципе вполне логично пиршество падальщиков это усиление правого таланта именно удара смерти на повышение его отхила что же лучше из этого кровь вампира она апает отхил на 5 процентов и максимальное количество хп на 5 процентов от всех источников абсолютно там кровавая чума входящий отхил от хилов входящий от хил от удара смерти за счет вампирика как я понимаю тоже по-моему на все модификаторы дело работает окей пиршество падальщиков она работает только на удар смерти и знаете от всех источников при 50 процентном оптайме или только от удара смерти в постоянном ну не знаю мне кажется первый вариант выигрывает кстати какой мне ключик дали на при царе смерти сейчас нас логорант наш прогрузится или не прогрузится сейчас видно будет ну давай еще чуть-чуть отлично там разница кого-то сходу нашло окей кстати монетки сразу не отходя от места 6 монеток получается лично так две монетки мы возьмем за почетные знаки и одну монетку мы возьмем за ресурс оплата класса почему бы и нет все шесть монеток идеально на киллаждане в мифике точно кидану монетку мы же убили киллаждане в мифике для тех кто не в курсе кто вообще в танке сидит и вообще ни черта не понимает абсолютно из той информации которая предложена на ю тубе и на в прогрессе мы убили киллаждане на шестые по игровому миру гордуне по моему шестнадцатые если оценивать русские гильдии сейчас глянем да все верно так посмотрим что дает эта реликвия о есть клоки вампира отличный при этом я могу выйти и через свет и через тьму внимание вопрос через что выйти лучше это а у е по факту знаете я возьму а у ешный талант темная скорбь как говорится это мощь вот но я теряю постоянного 500 показателей искусности и 500 избегания ну окей зато трейд полезный раз два и три ну и все следующее что я качну это будут клоки вампира вполне неплохо нижний ярус кстати мы на прошлом неделе закрыли 21 нижний ярус да конечно повайпались очень много именно на морозе потому что пулить его без геры или пулить отдельно по одному прислужнику это вообще не вариант то есть мы пулили мороза и вместе с ним двух мобов было весело да ладно уж как говорится всех вам благ там счастья здоровья чтоб там лот был хороший релики нормально в тигили проколи само собой конечно же вот что еще а самое-то главное берегите ноги всего до скорого написано